Добрый день друзья сегодня 12 декабря 2016 года меня зовут Кочетков Александр нахожусь в городе Алматы сегодня ролик буду писать по поводу наших с вами преступлений против организма что мы делаем для того чтобы не жить долго и счастливо все самые основные наши нехорошие вещи которые мы никак не можем победить потому что мы так себя приучили в этой жизни ну кто хочет там похудеть или кто хочет снизить давление люди задумайтесь то есть если вы мало воды пьете то вы совершаете преступление это вот первый фактор для того чтобы правильно нормально работал кишечник он должен быть увлажнен в нем должно быть много воды но вода должна правильно попадать то же самое в сосудах наших давление повышенное там там три причины повышается давление из-за того что у нас проблемы с ногами о как а врачи вам говорили об этом если не говорили то давайте рассуждать здраво об этом то есть ноги второе сердце человека как когда-то нам рассказал мистер пак почему это так выглядит потому что через ну то есть у нас нет расширительных бачков то есть у нас есть зацикленная система кровообращения есть сердце мышечный насос и трубки трубки наши вены артерии кровеносные но при этом нет расширения то есть когда вам лет 15-25 кого-то раньше начались проблемы у кого-то позже или кто-то еще до сих пор имея эти проблемы не задумывается то смотрите когда в 15 лет допустим анализируйте мои слова если вы сейчас постарше стали если вы не тренированный человек вспоминаете там 15 лет допустим вы идете по улице а вам надо куда-то попасть вот автобус идет и вам надо там 200 метров пробежать или там 100 метров пробежать до автобусной остановки чтобы обогнать автобус и в него запрыгнуть что вы при этом делаете вы очень быстро бежите забежали в автобус когда у вас все замечательно в организме вы встали минуты две-три отдышались и все то есть что в этот момент происходит в организме когда вы начинает ну стартанули когда вы начали быстро бежать очень много очень большие мышцы это практически все мышцы организма на наши задействуются то есть мышцам надо что питательные вещества много кислорода для того чтобы они работали нормально а что что дает нам вот эти вещества через что передаются конечно через кровь логично вот и вот вы начали ускоряетесь начали бежать ваш организм начал усиленно работать то есть мышечный насос наше сердце начинает усиленно качать для того чтобы обеспечить нас всем нужным и вот вы забежали добежали до автобуса заскочили в него и остановились то есть сердце раскачало настолько давление подняло то есть там сколько ударов в минуту в этот момент может быть и стандартно допустим сколько там 60 70 50 ударов в минуту а тут сразу моментально она ускоряется ускоряется и поднимается до страшенных показателей вот и ну если вы не знаете что наше сердце такой вроде как мышечный насос кулачок может давление поднимать там очень высоко если вот подключить трубки и заставить наше сердце работать то там не помню третий или пятый этаж то есть наше сердце может поднять кровь на такую вот высоту и при этом когда вы заскочили в автобус и отдышались было давление сумасшедшее и тут вы стоите и все нормально и никаких проблем глаза на лоб не вылазит вы не падаете в обморок сознание не теряете от избытка давления тем более инсульт или инфаркт не получили правильно куда это все давление излишки делись понимаете нет все распределилась в ногах то есть почему мистер пак говорил что немногие второе сердце человека то есть там ногах в мышцах внутри находятся мощные кровеносные сосуды то есть получается подача сердца давит давление вниз и потом через систему клапанов в наших венах стоят такие клапаны клапана перепускные то есть оно поднимает это давление и понижает потому что здесь на подаче как говорится давление бешеное а вот здесь вот чтобы то есть вся эта система сделана так чтобы не дай бог вот сюда излишки давления не пришли чтобы не лопнул сосуд в голове либо здесь сердце наше не разорвало избытка давлений вот как это все в принципе устроено ну я думаю доходчиво на на пальцах объяснил или не или не доходчиво если будут вопросы давайте будем тогда рисовать пишите в комментариях будем это более подробно раз обсуждать и рассуждать по этому поводу ну вот и в общих чертах вы поняли как работает наша кровеносная система что происходит с годами с годами наши сосуды перестают быть гибкими то есть задача сосуда что такое вообще давление давление это разница между за расширенными сосудами и сжатыми это там физика физиология вот физику вы помните да давление это разница между расширенными и суженными сосудами вот и что из этого то есть если у вас повышается давление на с этим что-то делать то есть две причины либо мышцы в тонусе потому что сосуды находятся внутри мышц и мышцы эти сдавливают эти сосуды и получается сечение уменьшается и до дну поднимается давление внутри организм кровеносное и есть проблема из-за того что кровь густая откуда она густеет ну то есть мы обезвоживаем свой организм и сами подумайте что проще прогнать через вены водичку или сливки густоту жидкости понимаете да что нагрузка если сердце сердцу достается не жидкая кровь а густая нагрузка на сердце увеличивается то сердцу приходится очень учащенно работать при этом это мышц это мышца это мышцный мешок мешок с мышцами вот если он усиленно начинает работать это мышца то есть если вы начинаете усиленно качать эту мышцу она увеличивается то же самое с нашим сердцем если она начинает учащенно работать то соответственно она увеличивается в размерах при условии что в принципе в нашем организме нет лишних разных лишних полостей то сердце она находится на своем месте и вот там легкие везде все везде там где должно быть если сердце начинает увеличиваться в размерах из-за этого начинаются проблемы потому что то есть сердце не полностью может раскрыться для . очередного потому что объема не хватает и вот начинается сбиваться сердце ну это другая другая история дальше нагрузка на сердце увеличивается густая кровь да и третий фактор это то что мы мало двигаемся мышцы могут быть дряблыми или сверх нагруженными то есть как я вам объяснил из нагрузки либо от не не до тонуса то есть расслабленные мышцы они также на сосуды давят они расслаблены волокна нет сами видели да когда мышца не напряженная надо такая занимает весь объем то есть соответственно идет нагрузка на мышь на сосуды на стенки сосудов они тоже опять же сужаются опять включается вот этот бесконечный принцип работы то есть если не понижается ну там проходимость сосудов уменьшается сердцу приходится работать ученым то есть вот этот замкнутый круг это делаем неправильно замкнутый круг это делаем неправильно замкнутый круг и там следующий замкнутый круг и еще один фактор это когда сдавливаются в поясничном отделе корешки которые работают ну то есть контролируют мышцы ног мышцы входят в тонус то есть вы даже не подсознательно вот когда мышцы люди там больно мне ноги стягивает судороги с судорогами сводит это поясничный хондроз который заставляет сдавливаться мышцы вот опять же изменяется диаметр сосуда и соответственно опять те же самые проблемы вот что надо с этим делать то есть во первых надо начать заниматься как минимум йогой начать правильно пить воду для того чтобы разжижить кровь потому что мы очень много каждый день практически совершаем преступление кто из нас пьет воду сколько положено а кто знает сколько положено а никто не знает положено ну или догадываемся но ничего при этом не делаем то есть ну как опять же мистер пак нам рассказывал ну я смотрел в некоторых источниках по аюрведе там сказано что человек должен выпивать воды 30 миллилитров на килограмм веса ежедневно этот это называется ежедневно то есть берешь и не просто так берешь вот так стакан замахнул нет так нельзя делать то что при этом происходит и внутрь вроде как бы полторашку потом три сколько три стакана по 500 грамм выпил за целый день нормально на самом деле нет правильно пить воду это надо мелкими глотками в течение дня и вообще первый показатель того что идет обезвоживание у вас появляется сухость во во рту жажда но мы же сами уже начинаем себя контролировать нужно начать приучили свой организм жить без воды то есть куда я пойду зачем я же полторашечку собой бутылочку не таскать зачем она мне надо глупости это раньше на производствах там школах везде стояли эти краники то есть в любой момент человек мог подойти и водички попить сейчас этого нету повсеместно и мало кто из людей носят бутылочки собой это печально вот то есть начинайте пить воду начинайте носить эти бутылочки потому что ну другого варианта нет если ты не делаешь ничего против ну для своего организма то получай то от чего люди умирают то есть если вы думаете что вас это не коснется и вы продолжать будете также действовать поверьте мне на слово это к хорошему не приведет то есть так работает физиология если кровь густая идет нагрузка на сердце ну зачем вам мышечный насос который будет работать усилен то есть с надрывом сами же понимаете то есть если мужики думаете если на машине можно ехать при там двух с половиной тысячах оборотов да и или можно ехать на красной отсечке там 7000 оборотов и как как дольше машина проедет как вы думаете вот и все то есть то же самое с нашим сердцем если вы его будете жалеть соответственно но будет работать долго и счастливо то есть наш организм в принципе готов подстроиться под любые показатели то есть если у вас там начинается увеличиваться давление это означает что организм начинает с этим бороться но бороться он него другого варианта нет если вы не начнете воду пить если вы не начнете ходить там 46 километров как нам рассказывал мистер пак человек в день должен проходить спокойном режиме это не должна быть то что касается вашей работы это просто прогулка то есть в общем в общем ты должен много проходить и тогда наши мышцы будут в правильном тонусе вот это вот все что касается а ну еще основной фактор ну то есть факторов на самом деле много то есть просто берите анализировать если лишний вес как вы думаете это хорошо для организма то есть это получается ему надо увеличить лишь лишний объем крови создать и если вы думаете что вы когда-нибудь она сама у вас уйдет лишний вес и вы там последние там пять лет или там 10 лет ходите и пытаетесь с этим бороться вот тогда диета была чуть не помогла вот тогда я на фитнес 2 недели походил не помогло и так далее и так далее на самом деле это очень сложный процесс и чтобы не стать заложником этой ситуации надо просто ну ну как бы думать за это сперва подумали потом можно вот лишний вес это на самом деле это катастрофа вот смотрите из тех перечисленных факторов лишний вес на какие на насколько влияет то есть естественно у вас плохо очень мало воды в организме вот сто процентов потому что люди боятся отеков то есть из-за этого они не пьют воду и потом после этого отеков не будет если вы будете правильно воду пить если вы будете мелкими глотками даст первопочки буксанут но запустить их это проще чем потом пойти в больницу и вам нафиг что-нибудь там удалят если они перестанут работать ну в общем вкратце откуда у нас проблемы с давлением я сейчас рассказал что с этим надо делать в принципе вы поняли то есть двигаться надо ну еще если у вас есть возможность лежать на аппарате то есть узнаете в вашем городе если сероген центры ну или массажные кровати какие-то ну то есть начинайте на них ходить то есть если вы что-то делаете для своего организма это будет хорошо если вы считаете что когда-нибудь там через там три года я начну наконец-то заниматься своим весом да нас начну заниматься спортом это будет потом но не факт что вот эти 35 лет когда вы будете рассуждать и думать ваш организм выдержит вот эти издевательства которые вы сейчас данный момент проводите это не за того что я какой-то негатив вам рассказываю я вам факт говорю если вы будете дальше тянуть резину и думать что это меня не коснется троих людей это коснулось вот буквально вот в этом месяце которых я лично знаю мне их очень жалко даже четверых не считая тех которые просто вот так ходят и жалуются ходят и жалуются когда не говорят саш ты негатив просто ну там у тебя много негативов твоих роликах но я не знаю что такое негатив по вашему я знаю что есть такая страусиная болезнь когда знаете страуса когда его пугнутом он видит опасность он он берет что делать голову в песок чпок а задница вот она не болейте этой болезни то есть если вы ничего не не будете делать а будете там ой я в домике мне не страшно я не вижу это самом деле организм ваш подтачивается и насколько вы ну там насколько вы его научились эксплуатировать столько вы проживете поверьте мне на слову то есть я знаю что такое болезни я знаю что такое выход из болезней и как с этим бороться если есть вопросы и если вам понравился этот ролик постарался рассказать об этом максимально просто максимально сжато то есть ставьте лайк кому-то это пригодится и спасет жизнь даже такой значок не абсолютно в пользу будем использовать и негатив если какие-то вопросы давайте вместе будем об этом рассуждать то есть просто не прячьтесь если у вас есть проблемы их надо решать и мы можем найти выход из этой ситуации в общем всем удачи до следующих роликов всем пока он